Драгнет Эта система создана для того, чтобы обеспечить качественную защиту определенных зон от автомобилей. Она обладает способностью останавливать мчащийся даже на относительно высокой скорости автомобиль, сохранив жизнь его водителя. Удивительно, но осуществляется это без использования самых передовых технологий. Главным элементом тут является металлическая сетка. При столкновении автомобиля с сеткой защитная система прогибается, тем самым останавливая автомобиль не мгновенно, а со временем снижая его скорость. Благодаря этому автомобиль не превращается в груду металлолома, а сохраняет свою форму без критических повреждений. Разумеется, из-за отсутствия серьезного урона с большой вероятностью сохраняется жизнь водителя. Однако важно понимать, что транспорт, мчащийся на запредельной скорости, хоть и будет остановлен сеткой, но его целостность уже будет под вопросом. Также система хороша своей универсальностью и простотой установки. Фактически она может быть установлена в любом месте любого города, будь то ограниченные для передвижения строительные участки или дороги, движение по которым запрещается в определенное время. Absorb M Другое средство для остановки автомобилей, которое пригодится в любом городе, это вода. Разумеется, нельзя остановить автомобиль, просто разлив жидкость на дороге. Поэтому перед нами вода, заботливо упакованная в специальные емкости. Несколько емкостей формируют систему, которая точно остановит любой транспорт и с большой вероятностью сохранит жизнь водителю. Помимо эффективности в защите определенных зон, система из емкостей с водой максимально удобна для размещения. Все из-за того, что она не требует какого-либо крепления к земле, а модули системы имеют порты для вилочного погрузчика, с помощью которого они могут перемещаться в заполненном состоянии. Также система подходит для абсолютно любого дорожного покрытия. Еще одним плюсом системы является возможность ее расширения. Если есть нужда в защите узкой зоны, например, перегородить полосу движения, подойдет один модуль, а если необходимо сделать более длинный защитный барьер, то его можно составить из нескольких модулей до любого необходимого размера. VarioSign В век высоких технологий очень странно видеть, как устанавливаются обычные металлические знаки. Ведь есть более продвинутые и даже удивительные аналоги. Например, знаки от компании Nissan. Они размещаются на базе с колесами, из-за чего их можно с легкостью переместить в любое место, требующие установки временных знаков. Есть и другая особенность, которой могут похвастаться эти знаки. Они могут управляться полностью дистанционно с помощью пульта. Полное или частичное развертывание, складывание и другие возможные действия – все это можно осуществлять удаленно. Также благодаря пульту можно делать то, за счет чего знаки от Nissan выделяются еще больше – менять отображаемую информацию в случае необходимости. Простой пример. Временный знак размещен с определенным ограничением скорости, но на дороге произошла авария. При помощи пульта можно быстро изменить отображаемое на знаке ограничения скорости, тем самым уменьшив вероятность последующих ДТП. Благодаря всем перечисленным особенностям, продвинутые знаки от Nissan – это то, чем должен быть оснащен каждый город. Как минимум из-за того, что с помощью них уменьшается количество работы людей из дорожных служб? А как насчет другой продвинутой технологии – танцующего светофора? Не в прямом смысле, конечно. Когда загорается красный свет, вместо привычного красного пятна вы увидите ритмично двигающегося человечка. Это определенно привлекает внимание. Плюс можно развлечься, пока ждешь зеленый свет, чтобы перейти дорогу. Инфракрасный ремонт асфальта Казалось бы, какое отношение обычный автомобильный прицеп имеет к дорожным технологиям? Все дело в том, что его основное предназначение раскрывается в момент, когда он раскладывается. Вот рабочие размещают его над определенным участком дороги, осуществляют несколько манипуляций, и асфальт преображается. Становится понятно, что прицеп на самом деле является устройством, которое ремонтирует асфальт. Ремонт осуществляется посредством нагрева участка асфальта до необходимой температуры. После этого ремонтируемое место обрабатывается нужными материалами и уплотняется, из-за чего трещины и выбоины на дороге закрываются. Также устройство может использоваться для нанесения термопластика, холодных швов, ремонта ливневых стоков и многого другого. Пантограф Повсеместная электрификация коснулась и общественного транспорта, из-за чего начали появляться новые способы его зарядки. Одним из них является система, которая есть уже во множестве городов мира, и она точно будет продолжать свое распространение. Система представляет из себя зарядную станцию, подключенную к общей электрической сети, и пантограф, соединяющийся с автобусом для зарядки. Самое главное в системе то, что пантограф расположен не на автобусе, а на зарядной станции. Благодаря этому у водителя нет необходимости точно выверять нужное место для остановки, чтобы осуществить зарядку. Также водители полностью свободны в своих передвижениях, что является большим преимуществом перед традиционными троллейбусами, ездящими по строго установленному маршруту. Такая станция – это действительно эффективный способ зарядки электрических автобусов. Когда автобус подъезжает на остановку, зарядка осуществляется прямо во время высадки и посадки пассажиров, которой хватает для дополнительных 10 километров езды. В общей сложности мощность, которую предоставляет система днем, составляет от 150 до 600 киловатт. Также подобными системами оснащают депо, в которых транспорт заряжается ночью. В таком случае предоставляемая системой мощность составляет от 50 до 150 киловатт. Трейлер полицейский Зачем напрягать лишней работы и дорожную полицию, если есть коробка от компании Vitronic? Это устройство, которое своим внешним видом напоминает автомобиль из будущего. Подобный дизайн – это нежелание компании выделиться, а необходимость. Все из-за того, что устройство является роботизированным аналогом работника дорожной полиции, а следовательно может встречаться с довольно агрессивными людьми. Поэтому робот полностью заключен в своеобразную антивандальную броню. Помимо этого робот оснащен видеосигнализацией и датчиками, контролирующими двухметровую зону вокруг. Внутри неприступного робота есть все, что нужно для того, чтобы заменить работников, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Главным образом устройством осуществляется функция слежения за скоростью автомобилей, проезжающих мимо. Для этого он оснащается специальными системами. Когда машина проезжает мимо с нарушением скоростного режима, робот фиксирует ее номер, а затем передает данные полиции, которые осуществляют последующие действия. Важно сказать, что робот-полицейский обладает преимуществом в сравнении с людьми. Он может работать без еды и воды полностью автономно в течение 10 дней. Обогрев дорог Снег – это то, что способно поставить в тупик коммунальные службы любого города. Но если оснащать дороги этими системами, то снег и наледь будут сходить с дорог удивительно быстро. Подобных систем существует огромное количество, но среди них выделяется система обогрева под названием Snowless. Ее нагревательные элементы могут размещаться практически под любой поверхностью, будь то асфальт, бетон, камень или полимер. Они представляют из себя длинные плоские элементы в виде ленты и могут выдерживать температуру до 200 градусов Цельсия во время работ по укладке дорожного покрытия. Система Snowless поставляется с интегрированными датчиками, которые анализируют погоду в реальном времени. Благодаря этому осуществляется автоматическая регулировка температуры до той отметки, которая будет самой эффективной в определенных условиях. Причем до рабочей температуры система нагревается всего за 15 минут. Другие системы – это более простой и привычный многим вариант, который схож с теплыми полами, устанавливаемыми в домах. Они, как и система Snowless, универсальны, потому что могут устанавливаться под любую поверхность. Но нагревательные элементы отличаются. Они представляют из себя трубки, которые разве что могут быть разного цвета в зависимости от производителя. Хотя эти системы и не такие технологичные, как Snowless, они намного дешевле и качественно выполняют главную функцию – быстро справляются со снегом. А вот ситуации, с которыми, кажется, не справится никакая система обогрева. Во время аномальных осадков дорога не просто покрывается толстым слоем снега, она буквально исчезает. Duo Twister За удивительным внешним видом прячутся устройства, очищающие поверхности от краски, термопластов, пленки и других загрязнений. Причем работает оно быстро и качественно за счет водостроенной системы высокого давления. Duo Twister оснащен запатентованной системой всасывания с кольцевым зазором и мощными насосами. Следует отметить, что в отличие от традиционных систем, у Duo Twister струя воды попадает непосредственно на дорогу, из-за чего осуществляется более качественная очистка. При этом во время работы не происходит затопление, поэтому после окончания работ любую поверхность можно сразу использовать по назначению. Производительность устройства – это то, что стоит выделить отдельно. За один час с помощью него можно очистить до 5000 квадратных метров. В общей сложности устройство может использоваться без зарядки как минимум 6,5 часов. Однако, подобная производительность и время работы – это не предел. Все из-за того, что Duo Twister – это модульное устройство для очистки, к которому можно добавить дополнительный бак для воды, бак для дизельного топлива или дополнительные чистящие элементы. Система тушения пожаров в тоннелях Пожар в ограниченных пространствах – это настоящий ужас для всех, кто попал в него. Поэтому ни одна компания, строящая тоннели, не должна проходить мимо этой системы. Ее элементами являются спринклеры, датчики возгорания, а также трубы, по которым проводится то, благодаря чему производится тушение пожара – пена на сжатом воздухе. Пена, которая попадает на огонь, является более эффективным средством для тушения, чем обычная вода. Все из-за того, что благодаря своему составу она отлично справляется с любыми горящими материалами и жидкостями. При этом средство для тушения не оказывает никакого вредного воздействия ни на человека, ни на конструкцию тоннеля или дорогу. Важное преимущество системы заключается в ее стоимости – все элементы дешевые и не требуют затратных и сложных работ для установки. Но порой в тоннелях происходят пожары, которые не остановить с помощью подобных систем. В таком случае могут помочь лишь более мощные аналоги, использующиеся в авиационных ангарах. Это намного дороже, но куда более эффективно. Энлил В городах становится все меньше и меньше свободного пространства, поэтому вопрос о правильном его использовании всегда актуален. Взгляните на эту вертикальную турбину от компании DeVecitec. Она представляет из себя традиционный вертикально-осевой ветряк безопасных лопастей, расположенный на проезжей части. Причем подобное размещение ветряной установки вызвано не только стремлением к эффективному использованию пространства, но и тем, что проезжая часть – это место, которое увеличивает производительность ветряков. Дело в том, что по проезжей части ездят машины, которые создают быстрый поток воздуха, из-за которого турбина приводится в действие. Помимо этого, на турбину воздействуют и естественные ветра, поэтому в совокупности выработка энергии выходит на уровень 1 кВт в час. Стоит также отметить, что выработка энергии достигается не только за счет ветра, но и за счет солнечной панели, которая устанавливается в верхней части ветряка. В перспективе создатели планируют располагать подобные ветряки в любых точках города, а не только на проезжих частях. Их распространение поможет создать единую платформу, в которую будут передаваться данные со всех ветряков, в том числе температура, влажность воздуха, скорость ветра, а также информация о возможных землетрясениях. Шумозащитные барьеры Дороги мегаполисов – это источник бесконечного шума, мешающего жителям. Есть простое решение, которым должны оснащаться дороги любых крупных городов. Специальные барьеры Первый вариант – это стационарные барьеры от компании Hammer Glass. Причем они отличаются от традиционных барьеров прозрачностью, из-за которой преграды для шума не мешают обзору людей. Прозрачные барьеры блокируют шум в зависимости от того, какой толщиной они обладают. Есть несколько вариантов, самый тонкий из которых представляет из себя преграду толщиной 8 мм, поглощающую 31 дБ. Самый толстый вариант – это барьер толщиной 17 мм, который поглощает 36 дБ. При этом прозрачные барьеры от Hammer Glass отличаются универсальностью. Они могут быть установлены в любом месте, например, на стойках различных мостов или фундаменте, расположенном возле наземной дороги. Если у городских властей нет возможности установить стационарные барьеры, то есть другой вариант – мобильная защита от шума. Для ее установки не нужно делать практически ничего, просто установить специальный каркас, а затем закрепить на нем легко транспортируемые панели. Готово? За короткий промежуток времени создана защита от шума дорог. При этом барьер может использоваться в самых разных условиях. Он огнеустойчив, водонепроницаем, а также спокойно справляется с температурой до минус 40 градусов по Цельсию. Удивительно, но есть дороги, шум с которых противопоказано ограничивать. Они буквально музыкальные. Когда машина проезжает по определенным участкам, то издаются звуки, схожие с музыкой. И у такого решения вполне понятное объяснение. Канавки, за счет которых появляется музыка, заставляют колеса автомобиля вибрировать. Это не дает водителю заснуть или сигнализирует о том, что автомобиль находится близко к опасной обочине. Солнечный шумозащитный барьер Дорожные шумозащитные барьеры с солнечными панелями – это удивительно эффективный способ получения солнечной энергии, который определенно должен получить распространение. В первую очередь, эффективность солнечных шумозащитных барьеров заключается в том, что они выполняют сразу две функции – защита звуков с крупных дорог и выработка энергии. То, что два полезных изобретения сплетены в одно – это неоспоримый плюс, так как не расходуется ценная для мегаполисов площадь. Производительность подобных установок не может не удивлять. Одним из примеров являются солнечные шумозащитные преграды, 400 метров которых было установлено в 2018 году в Нидерландах. Двусторонние солнечные панели за 18 месяцев наблюдений выработали 203 мегаватт-часа. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить энергией около 60 домохозяйств в год. Ироуд Орландо Обычно по рельсам ездят поезда, трамваи и некоторые специальные машины. Но, возможно, скоро все изменится, и каждый город будет оснащен рельсами, по которым удивительным образом будут передвигаться автомобили и грузовики. Ироуд Орландо – это рельсы для электрических автомобилей, с помощью которых транспорт будет получать электричество, питающее аккумуляторы. Процесс зарядки с помощью рельса выглядит следующим образом. Автомобиль подъезжает к нему, затем из днища появляется рычаг, который соединяется с рельсом. Кажется, что это далеко не безопасно, так как неаккуратный водитель может сломать рычаг. Но на деле предполагается, что выдвигаемое устройство будет оснащено датчиками, которые будут сообщать человеку, когда рычаг должен опуститься. Вопросы о безопасности на этом не заканчиваются. Насколько опасно будет передвигаться рядом с электрическим рельсом людям и животным? Разработчики заявляют, что это не несет никакой угрозы, так как есть заземление, а проводник закопан достаточно глубоко. Уже сейчас система тестируется в Швеции, причем очень скоро она дойдет до настоящих автомагистралей страны. И это, несмотря на то, что электрификация – 20 тысяч километров дорог, по данным экспертов, обойдется в 9,5 миллиардов долларов. Это дорогое, но перспективное решение, которое с большой вероятностью выйдет за пределы Швеции.